Шафик Пшахачев Родился 15 января 1962 года в селе Нижний Куркужин, Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР. В 1978 году окончил среднюю школу в родном селе. В 1980 по 1987 годах учился в медресе Мир Араб в городе Бухара. В 1990 году поступил на шариатский факультет урданского университета в городе Оман. Однако обучение было прервано войной между Ираком и Кувейтом. В 1995 году поступил в факультет Дамасского филиала Международного Ливийского университета «Исламский призыв». По специальности теолог с присвоением к квалификации преподавателя арабского языка и исламских наук. И окончил его с отличием в 1999 году. Параллельно обучался на историческом факультете Кабардино-Балкарского государственного университета и окончил его в 2002 году. По специальности историк с присвоением к квалификации преподавателя истории. Почему вы решили стать религиозным деятелем? Кто для вас стал примером? Родился в Кабардино-Балкарии, в баксанском районе, в село Нижний Куркужин. Те, которые знают, это село имеет давние традиции по передаче религиозных ценностей, религиозного знания и религиозного сознания из поколения в поколение. Вот. И я родился в январе 1962 года. И, как я говорю, в моем роду тоже традиции, чтили те традиции, которые были ценные для нашего рода. Это передача религиозного образования, религиозного сознания из поколения в поколение. Таким образом, я могу сказать, что в 9 лет я начал читать Коран. Меня начали обучать чтению Корана. Это вот так традиционно, естественно. Это был период государственного, атеистического, скажем так, правления или атеистической пропаганды именно государства. И поэтому особо об этом распространяться не в школе, где я учился. Учился достаточно хорошо, мне нравилось учиться. Ни среди публики. Почему? Потому что это было чревато большими последствиями, негативными последствиями. Вот. К 11 годам я закончил чтение Корана. Мой дядя обучал меня чтению Корана. Я в какой-то степени думал, что на этом мое познание ислама, познание Корана закончится. Почему? Потому что, ну, это такое... В тех условиях, в которых мы тогда жили, это был уже определенный уровень, определенные достижения. Но Аллаху Тааля решил мою судьбу, как он предопределил. И в 14 лет дедушка, мой дедушка, Шахачев Хабас, который имел религиозное образование, который учился в новометодной школе в городе, в Баксане, в Баксане с 1914 по 1918 год. Вот 4 года он полноценно изучал ислам. Он уже, когда мне было 14 лет, он меня позвал и начал меня обучать в начале арабской грамматики, уже как бы профессионально. И вместе с этим я начал изучать некоторые предметы уже на уровне исламской определенной образовательной программы. Конечно, это знал только мой дедушка. Мне нравилось изучать, естественно, предметы ислама, которые давали мне определенное понятие, что такое ислам, основы ислама, исламское воспитание, Коран, хадисы. Вот, все это все я стал изучать. И когда я заканчивал школу, это был 1979 год, у меня не было уже никакого сомнения о том, что я хочу продолжить изучение ислама, получить исламское образование. Почему вы решили обучаться именно в Медресе «Мир Араб» в Узбекистане? С какими трудностями столкнулись? В Советском Союзе было единственное учебное заведение среднего образовательного учебного заведения. Это была Медреса «Мир Араб» в Узбекистане. Это Бухара. И по окончании школы у меня возникло очень большое желание, причем бесповоротное желание, поступить и получить там уже в академическом плане, получить религиозное образование. Благо мне то, что я получил, тот объем знания, который я получил у своего дедушки, сыграл очень большую роль в том, чтобы я безопределенно, безболезненно, скажем так, без определенных трудностей, я стал изучать, уже продолжить религиозное образование. Почему я это говорю? Официально преподавание в Медресе проходило на узбекском языке. Естественно, я не являлся представителем тюркского мира, скажем так. Я не владел карачаевским, балкарским, ногайским языком. Естественно, обучение на узбекском языке для меня было бы несколько проблематично, если бы я уже не имел начальное образование именно в этой программе. Ну, все хорошо, аль-хамбдуллах. И я, проучившись год, в 1981 году, я поступил в 80-м, там тоже своя интересная история. Оказалось, что в советское время надо было достигнуть 18 лет, чтобы поступить, а я в 79-м году окончил школу. Мне было всего 17 лет. Ну, вот так, интересно, и такие заминки у меня получились. Но все-таки в 18-м я поступил, и, проучившись год, я ушел в советскую армию. Прослужил честно все свои. Два года, даже 25 месяцев, если вот быть точнее, вернулся и продолжил учебу. И в 1987 году я окончил Бухарское Мадресе. По окончанию учебного заведения, какие у вас были дальнейшие планы? У меня было огромное желание продолжить обучение. И я в 90-м году, проработав три года в Кабарино-Болгарской республике, я поступил в Иорданский университет, на шариатский факультет. Очень нравилось, очень хотелось учиться и закончить. Но мы помним в тот период, когда... Это был период, когда Саддам Хусейн оккупировал Кувейт. Ну, естественно, обострение на Ближнем Востоке. Пришлось вернуться в Кабарино-Болгарию. И после этого уже как-то не сложилось обратно на учебу уехать. Но, тем не менее, я поступил также в Сирии, в Дамаске, на факультет... Трипольский факультет, это Ливийский университет исламского призыва. И я проучился в Дамаске 4 года, получил высшее религиозное образование. Может, я утомляю наших зрителей, но есть такое интересное... Ну, вот человек, хочется получить знания. Даже однажды я себе сказал, я, наверное, буду учиться до 40 лет. И вот я поступаю в Кабарино-Болгарский государственный университет имени Бербекова на исторический факультет. И ровно когда мне исполнилось 40 лет, в 2022 году... В 2002 году я заканчиваю исторический факультет Кабарино-Болгарского государственного университета. Это, вот скажем так, вот мои какие-то базовые образования. И я скажу так. Хочу сказать сразу, что молодым людям, которые имеют религиозное образование, обязательно нужно получать и светское образование. Почему? Потому что светское образование расширяет мировоззрение, мировосприятие религиозного работника. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать религиозный деятель на сегодняшний день? Насколько я представляю, сегодняшний религиозный деятель, он должен быть с передовой мыслью, широкого мировосприятия. Почему? Потому что кто бы мог знать, после того, как через какой-то период государственного атеизма и давления на мусульман, вообще на верующих в Советском Союзе, когда наступит период, долгожданный период свободы слова и религиозного вероисповедания, у нас появятся новые вызовы, новые вызовы, которые намного было хлеще, я скажу даже так, намного было хлеще, чем давление, которое оказывалось на мусульман советское время. Почему я так говорю? Потому что в 90-е годы, во второй половине, особенно 90-х годов прошлого века, в нулевые у нас появилось некое движение, совершенно мы это не подозревали, некое движение, которое стало пропагандировать некие псевдо-исламские, извращенные ценности ислама. Мы-то понимаем, традиционно мы восприняли ислам. У нас то, что проходит сегодня в стенах Карачаево-Черкесского государственного университета, это очень важное мероприятие. И почему? Потому что мы должны найти свое место и в развитии ислама сегодня у наших народов, но и в то же время нужно сочетание позитивное, сочетание исламской культуры и этнической культуры. Они не противоречили особо. И наши предки, приняв ислам, они очень интересны. Чем глубже я изучаю этот момент, тем больше мне доставляет огромное удовлетворение, что наши предки нашли, они имели достаточно и образования, и достаточно настроя и восприятия религий, что они удивительным образом смогли органично найти вот эти сочетания исламских ценностей и этнической культуры. Что бы вы посоветовали нынешней молодежи? Сегодня, когда мы тоже со всеми этими вызовами, нам нужно двигаться дальше, нам нужно развиваться, естественно, мы должны развиваться. Здесь мы должны найти именно это позитивное сочетание наших этнических адатов, намыс, адаты. Они выработаны веками, десятками веков у наших народов. Они утвердились. И возрождающийся ислам. Мы не можем допустить, чтобы возрождающийся ислам практически подмял этническую культуру. Почему? Потому что ислам не ставит такие задачи. Ислам способствует тому, чтобы вот эти этнические, обычное право, чтобы оно вместе с исламской культурой, с исламским правом, чтобы они содействовали в защите тех народов, которые исповедуют ислам. Это очень большое значение имеет для наших народов. И я очень хочу и очень стараюсь, стремлюсь к тому, чтобы мы нашли эту формулу органичного сочетания и этих наших этнической и религиозной культуры. И чтобы это способствовало, на самом деле, защите наших народов. С другой стороны, хочу отметить, что сегодня мы имеем уникальную возможность в Российской Федерации, соблюдая эти нормы, защитить себя. Я сегодня об этом в своем выступлении говорил. 9 ноября 2022 года президент подписал указ о защите и укреплению духовно-нравственных российских ценностей.